ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Франция и Украина, она захватывающая по нескольким моментам, потому что играет наши соседи, играет команда, которая выступала в нашей отборочной группе. Ну и мы помним тот результат, который случился в Киеве, победа украинской сборной со счетом 2-0. Может быть неожиданная, конечно, да, потому что сборная Франции в этом противостоянии фаворит, и он им остается, что самое главное. Я где-то еще до этой встречи думал, что украинцы дома как минимум не проиграют, но вот выиграли. При вот этом заполненном стадионе показали вообще фантастическую игру, и бежали, и боролись до самого последнего момента. Это все энергетика, это все то, что бьет класс, класс французской сборной. Понимаете, на выезде будет немножко все по-другому. И мне кажется, что вот тот момент, что класс побили, он такой как выплеск, выплеск энергии, который может закончиться. 2-0 хороший счет, чтобы приехать, играть от обороны. Но давайте признаем, что мы же в любом случае, наверное, верим больше в Рибери, да, одного из лучших игроков мира, а он не забил. Ему надо играть перед своей публикой очень ударно. Мы помним проблемы, которые случились украинской сборной. Не будут играть два основных защитника, Федецкий и Кучер, они пропустят. Это большая проблема для украинской сборной. Но и мы знаем, что теперь вот с этой энергетикой будет выступать сборная Франции. Гол в первом тайме – это практически гарантия того, что Украина так или иначе сломается. Поэтому мне кажется, что чудо вот этого не случится, и опять же украинцев ждет неудача. К сожалению, потому что я, в общем-то, за них переживаю все время. Но вот теперь вот этот 2-0 отстоять будет архи-архи сложно. И на проход Франции дают кофициент 3. Давайте играть. Болеете за любимую команду? А букмекерский клуб «Алим» предлагает сыграть на alimbet.com с мобильного телефона и в кассах клуба. Ежедневно, круглосуточно. Играйте и побеждайте. Букмекерский клуб «Алимп». Ну а кто не будет смотреть за игрой сборных Швеции и Португалии, я тоже не знаю. Потому что там счет также 1-0 в пользу португальцев и 1-0 в пользу Криштиану Роналду. Златан Немаргимович отмолчался на выезде. Теперь все будет по-другому. И доминируют наверняка постараются шведы. И Криштиану Роналду также придется непросто. Ну и Златан Немаргимович должен забить. То есть, по большому счету, конечно, португальцы оправдывают пока свой статус фаворитом. Давайте рисковать, давайте играть на то, что шведская сборная также в родных стенах будет играть с позицией силы. Что Златан Немаргимович, который также претендует, как и Рибери, и как-то, который также должен забивать, в эту встречу выйдет и сыграет, и забьет. Можно, кстати, его взять гол, равно как и Рибери в поединке сборной Франции и Украины. Ну и мне кажется, что надо еще попробовать сыграть не сенсацию. Одна сенсация будет, и без португальцев чемпионат мира будет нормальный по большому счету. Потому что команда в последнее время не показывает тот максимум. Она не является такой звездной, как была раньше. Так что давайте рисковать в данном случае и играть на победу сборной Швеции, а именно на ее проход. Потому что там дополнительное время может быть и пенальти, да все что угодно. Но шведы должны пройти. Ну и что касается третьего матча, противостояние хорватов и исландцев, здесь достаточно все просто. Сборная Исландии, если пройдет на чемпионат мира, это будет какое-то фантастическое чудо. Там не такой подбор исполнителей вообще среди всех участников этих стыковых матчей. Ну и вот дома они очень дисциплинированно сыграли, сумели, не сумели забить, сумели не позволить забить хорватам. А теперь все наоборот. Мы знаем, что такое сборная Хорватия. Мы знаем, что она выйдет и наверняка забьет. И здесь вот, ну и сланцы могут, конечно, по такой игре, если она пойдет туда-сюда, свое забить. Но играть на проход хорватов как-то коэффициент нам не позволяет. Маленький он совсем. Давайте попробуем сыграть так скромненько, что будет забитые мячи после той нулевой ничьей. Сейчас разразятся команды голами, в первую очередь хозяева. Давайте возьмем так вот больше двух мячей за 1,7. Это хорошо. И я даже хочу вам сказать бонусно, что если составить все эти поединки вместе в экспресс, получится прекрасный коэффициент 21,6. Играем. Играем.